Это тот случай, когда хобби превратилось в работу. Четыре года назад Регина Ергашева научилась делать красивые и необычные инсталляции – ростовые цветы. Это новый тренд в декоре. В руках мастера пластичная замша превращается в цветы картины арки. Появилась эта мысль в декрете. Увидела в Москве, была у мамы в гостях, увидела в одном из магазинов на витрине огромную стоечку с розами, по-моему. Я просто опешила, минут 20, наверное, ставила, любовалась. И вот мне очень захотелось, конечно, сделать тоже что-нибудь подобное. Теперь в ее личной копилке более 200 работ. Домашние стены Регина сменила на собственную мастерскую. Возможность выйти на новый уровень появилась после участия в программе «Социальный контракт». Регина получила 170 тысяч рублей от государства. Я арендовала помещение, вот эту вот мастерскую. Купила материалы все необходимые, потому что материалы тоже стоят не очень дешево для такого декора, так скажем. И вот начала потихоньку работать. На самом деле все очень быстро. Я вообще благодарна администрации советского района, потому что там действительно работают очень хорошие люди. Они помогли, все объясняли. Можно сказать, за ручку меня вели и постоянно спрашивали, все ли у вас получается. Все получилось у Татьяны Кожухова из Верховского района. Она еще одна участница программы «Социальный контракт». Бывшая безработная теперь трудится в школьной котельной. Решила встать на бирже и подыскать себе работу. Встала на бирже, потом уже биржа предложила заключить соцконтракт, если трудоустроюсь. Помимо зарплаты Татьяна будет получать материальную помощь от государства. Почти 11 500 рублей. 1 октября работаю. И вот три месяца будет длиться соцконтракт. Но на месте я встаю на весь отопительный сезон. Потенциальным участникам программы необходимо обратиться в соцзащиту по месту жительства. Главное условие социального контракта – средний душевой доход, не превышающий прожиточный минимум, установленный в регионе. В Орловской области это 10 722 рубля. Это возможность получения систематически гарантированного дохода по различным направлениям, который позволит нашим гражданам выйти из трудной жизненной ситуации и преодолеть уровень бедности, которая сложилась в Российской Федерации. На реализацию социального контракта в 2021 году в Орловской области выделено более 164 миллионов рублей. Из федерального бюджета – 156. Наталья Пехсерева, Андрей Борискин, Андрей Погасян, телеканал Первый областной.